Газета «Индепендент» просит какой-нибудь слайд напечатать. И я удивилась, почему. Оказывается, Джереми Деллар получил премию Уильяма Тернера, который является самой высокой для художника. И дал очень для меня самое пробительное интервью на свете, даже после каких-то высказываний очень больших искусствоведов, очень серьезных людей. Он, будучи восьмеренним мальчиком в 1983 году, сейчас ему 33, наверное, он был семьей с родителями в Королевской Академии и смотрел выставку «Костаки». И он говорит, что меня, мы даже не знаем, как это нам успеет перевести, меня шибло с ног, буквально, «glue out», он сказал. Меня шибло с ног, то, что я увидел, потому что я никогда себе не представлял, что искусство может быть одновременно таким бескоморомистным и прекрасным. И вот этот человек, который с восьми лет это помнит, он это где-то в глубине души хранит и становится, в общем-то, ну, может быть, он не курёжник номер один в Британии, но одним из очень серьезных представителей искусства Великобритании. И очень серьезный, вот как раз Марина с ней познакомилась в этот раз. И я хочу познакомиться. Для меня такие вещи очень, очень, они меня очень трогают, потому что я знаю, как молодежь, например, относилась, когда приходила на выставку к нам в пинокротеку. В 95-96 году была очень интересная выставка, очень удачная, огромная. Как раз нам Третьяковка дала замечательные здесь 100 работ, самых лучших из своей коллекции. И я знаю, что дети, совсем молоденькие художники приходили, в основном копировали клюна. В основном сидели на полу и рисовали клюна. Почему-то больше всего им был ближе клюна. И вообще вы были просто поражены. Для всех это было что-то очень-очень новое. Еще хочу такую вещь сказать. Может быть, немножко кажется, ну как бы обидно, что какая-то часть коллекции ушла на запах. А с другой стороны, я считаю, что коллекция проделала такое потрясающее, треуфальное, ну как это сказать, такое путешествие треуфальное по всей Европе и по Америке, что может быть это даже здорово, потому что я не думаю, что так просто за 3-4 года организовать выставки, о которых поговорилось, например, в Лондоне было такое. Это безумие не войти на выставку Королевская в Королевской Академии, выставка в собрании Костаки. Такие вещи. Или, например, когда Гогенхайм распаковывал работы, присланные на выставку в Америке, то потом куратор Маа Петровна написал, мы поняли, что историю искусства 20-го века надо переписывать. Это такие вещи, которые... Это не я их придумала, это говорят люди очень профессиональные, которые не делают какие-то комплименты, а которые были просто ошарашены тем, что они открыли что-то новое, совершенно новое, чего они не знали, а это существо, а ничего они никогда не знали. Вот это все очень для меня важно. И хочу еще один маленький такой вам кусочек рассказать. Иногда такие звучат, и на Западе тоже, звучат такие слова, как «У Костаки была сделка с властями и прочее». Я хочу просто рассказать о том, какой он был, в общем-то, сумасшедший, потому что, начиная с курцев в 60-е годы, это сумасшедший, предлагать министру культуры, которая была ему очень, кстати, симпатична, он всегда о ней очень хорошо говорил, он ей в те годы предлагал, дайте мне особняк в Москве, я вам передаю коллекцию, несколько картин разрешите, продам, чтобы семью содержать, и я открою музей Авангарда в 60-е раз. Не получилось, естественно. Круглые столбы в 2003 году, да, в 2003 год. Пушкарев рассказывал. Два совершенно стареньких мальчика, который придумал абсолютный авантюр. Сделаем тихо-тихо каталог, перевезем в Петербург, в Русский музей, твою коллекцию, повесим на стенках. Конечно, они оба понимали, пушкаревы лучше выгоняют, и я не знаю, что там дальше будет. Тот, конечно, сразу понял, да, мы перевезем, повесим, на второй день это все спустим в подвал. Потому что это был конец 60-х годов, опять в Петербург. Ну, может быть, начало 70-х годов. Что меня больше всего породило, и что как раз на крупном столе рассказывал Валерий Тудаков, он, кстати, здесь, не даст мне соврать. Когда он уже был совсем болен, это, наверное, был год, не знаю, до Швеции или после, 8-9-й, я думаю, совсем больной, уже лежачий. Знаю точно, знаю просто это рассказа Рудакова, что сколько их было, то ли они были Манин, Андронов, может быть, даже Губенко, не знаю точно, но это не важно. И он им говорит, просто цитирую до такого, если вы, ребята, откроете в Москве музей авокадо, эту часть, которая сейчас в Греции, нет, в Греции не была, на Западе, скажем, она не была в Кельне, эту часть я дарю России. Я не знаю, почему они, они, наверное, подумали, что он уже не в Сибири, больной, старый, а он говорил правду. И если бы у кого-то хватило мужества, я не знаю, сил и желания это осуществить, ну, они бы оставили у нас, конечно, без копейки денег, но он бы отдал коллекцию, я вам гарантирую, это точно. Но как-то никто на это не среагировал всерьез. Поэтому я очень хочу, чтобы люди просто знали, с кем мы имеем дело, понимаете? Я иногда говорю, он Шриман, потому что мне больше всего он напоминает по своему такому неопустанному такому характеру и по своему такому натиску, напору. Я, как-то даже в Америке было это время, я сказала, вот ну, с кем он сразу, ну, ушли мы. Ну, ушли мы на был домер, и у Шримана были деньги, у него не было ни того, ни другого, у него даже не было каких-то серьезных консультантов, да, конечно, был Харджин, но, и Харджин был вокруг Малевича только, а больше, в общем-то, никого, сам так искал просто вслепую. В общем, вот то, что я хотела сказать. Еще хотела сказать, вот просто конкретно третяковцам, что я начинаю собирать, вот у меня очень много материалов. Вот первое, привезла вот этот номер журнала, миллион воскресных, вам оставляю, это открытие выставки в Нью-Йорке. Представляете себе, что это вообще было? Что это была за шумиха такая, если они такой, половину журнала посвятили выставке, которая была в Голин-Хайме. Вот этот весь материал обязательно соберу, где нужно вырежу, какие-нибудь есть лунавые цели, я вам это все пришлю, это все нужно будет для вашего архива. Спасибо большое, можно с ней что было? Спасибо.